Здравствуйте! Сегодня у нас познавательно-развлекательный новогодний выпуск. Речь пойдет об Акфа-бокс. На родине фотоаппарата в Германии его называли прайс-бокс, ну то есть коробочка-премия, потому что в 30-х годах прошлого века она продавалась за 4 монеты номиналом в одну дойч-марку, точнее рейхс-марку, но с условием, что эти марки будут из разных монетных дворов, где каждый двор метил свою монету буквой. Таким образом, можно было собрать 4 монеты с названием компании Акфа. Именно за эти 4 монеты можно было приобрести настоящий фотоаппарат. Конечно, эта камера очень проста. В ней всего одна диафрагма, никаких обозначений, просто отверстие и все. Выдержка 2 положения, типа короткая и длинная. Ну, почему типа? Потому что короткая приблизительно 1,3 секунды, тоже никаких обозначений нет, а по нынешним меркам это длинная. Затвор у нас вот здесь, причем что вправо, что влево, работает одинаково. Если стоит на длинной выдержке, значит мы рычажок открыли, да, рычажок нажали, закрыли. Здесь у нас видоискатель, это на горизонтальный кадр видоискатель, да, и это на вертикальный кадр видоискатель. Теперь давайте откроем аппарат, задняя крышка снимается, и нужно потянуть за рычажок перемотки пленки. Тогда мы можем вытащить кассету. Ах, какая чудесная деревянная приемная катушка. А посмотрите на объектив. Видите, это всего лишь одна линза. То есть это монокль. Можно, кстати, измерить, какое же диафрагменное число у этой камеры. Фокусное расстояние, сейчас померяем, приблизительно 101, да. А диаметр у нас, диаметр 8, почти. Чтобы узнать диафрагменное число, нужно фокусное расстояние поделить на диаметр входного зрачка. Диафрагменное число в этой камере приблизительно 11. Ну, в принципе, такая диафрагма должна нам давать достаточно резкую картинку. Теперь давайте зарядим пленку. Пленка сюда подходит 120 мм. Тут вот даже есть реклама. Аква выпускала пленку из ахром для этой камеры. Кстати, продажа пленок покрыла невысокую стоимость этой камеры. Заряжаем. Вставляем катушку с пленкой. Можно в помощь вытащить приемную катушку. Начать накручивать на нее. Посмотрите, на приемной катушке есть лево-право. Вот здесь, где есть прорезь, там будет перематываться. Поэтому оставляем это справа. Накрутили. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Аккуратненько. Ставим катушку приемную на место. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. До щелчка. Так, натянули Смотрим, наша стрелочка вот сюда пришла Не бойтесь, ракур длинный, ничего не засветится Ставили Закрыли крышку До щелчка Проверили, если здесь открыть затвор, его надо закрыть И начинаем перематывать пленку до первого кадра Вот здесь, в красном окошечке, должна появиться циферка 1 Сначала пойдут к стрелочке, точечке, буковке, а потом циферка Проматываем, проматываем, проматываем Вот стрелочка, видно? Стрелочка Мотаем, мотаем, это все ракур Карт уходит вперед буковки вон И циферка Все, камера готова, пленка заряжена, можно идти снимать Штативное гнездо на Аквабокс не предусмотрено Поэтому ищем, куда поставить камеру О, урна, отлично, пойдет Фотоаппарат легкий И надо постараться поставить его так, чтобы не сдвинуть во время съемки Сначала сделаем вертикальный, потом горизонтальный Перематываем, пока в окошечке не появится следующая циферка Кадр здесь 6х9, будет всего 8 кадров на пленке Проявили пленку, контактом отпечатали И вот они фотографии с этой легендарной камеры Аквабокс На этом прощаюсь, желаю всем счастливого Нового года До новых встреч!